ну у нас конечно обсуждалось понятие равномерной сходимости вот мы там привели пример последовательности функциональной которая не является равномерно сходящейся промежутке 0 1 а если взять промежуток поменьше то она уже будет равномерно сходящейся вот у нас последняя фраза какая была мы сделали замечание происходимость на объединение еще говорили еще про сходимость на объединение да так вот мы соответственно давайте я тогда наверное все-таки надо еще и напомнить определение равномерной сходимости мы находились в такой ситуации что есть множество x можно даже наверное считать что оно вообще любит природа любое множество вот есть последовательность функций которая действует из x но мы в основном то конечно рассматриваем вещественно-значные функции но для комплексно-значные функции определения ровно такие же поэтому я могу здесь написать c хотя представлять себе при этом можно вещественно-прямую пусть у нас f тоже действует туда же и р соответственно вот fn равномерно сходится к f на множестве x при n стремящемся бесконечности на y языке что это означает для любого епсилон больше нуля существует номер n который зависит только от епсилон и ни от чего больше такой что для любого n малого большего большого ну можно писать больше можно писать больше либо равно как все наверное догадываются это эквивалентное определение для любого номера больше либо равного n большого для любого x малого из множества из большого fn от x минус f от x по модулю должно быть меньше епсилон так ну кстати я не помню вы отметили это обстоятельства или нет наверное отметили вот здесь написано определение равномерной сходимости а до этого было написано определение поточечной сходимости поточечная сходимость что означает что для любого фиксированного x числовая последовательность f от x сходится к f от x ну и замечание которое я стала упоминать заключается в том что из равномерной сходимости конечно следует поточечной так ну если не делаем на всякий случай давайте просто отметим значит замечание если fn равномерно сходится к f на множестве е или на множестве x ну пусть будет на евро то fn сходится к f поточечной вообще мы сейчас начали сталкиваться с ситуацией что на совокупности функций появились разные видосходимости скажу вам по секрету на пространство на разных функциональных пространствах или пространствах функций вообще целая куча всяких видов сходимости есть причем она не просто есть вот как бы чисто теоретически но с ней еще и нужно работать вот там когда появляется теория меры интеграл по мере появляются такие понятия как сходимость почти везде сходимость по мере и для особо продвинутых появляется еще сходимость по мере почти везде и так далее и так далее вот я не для того чтобы вас напугать а для того чтобы объяснить почему нам сейчас равномерная сходимость особенно важна равномерная сходимость она позволяет довольно таки легко проделывать с функциональными рядами и последовательностями некоторые действия связаны с предельным переходом ну вот бывает например хочется проинтегрировать какой-нибудь функциональный ряд или продифференцировать то есть поменяв местами два предельных перехода вот один предельный переход связанный дифференцированием или интегрированием а другой предельный переход связанный с суммированием так вот в терминах равномерной сходимости достаточно легко сформулировать условия которые позволяют вот эти переставлять пределы ну и кроме того и кроме того мы сейчас все таки чуть-чуть сделаем экспрофункциональный анализ еще почему полезно понять потому что она совпадает с понятием сходимости по норме в пространстве c от к пространство c от к это тоже достаточно популярное в функциональном анализе матфизики штука ну вот давайте по этому поводу немножко про норму поговорим были бесконечности значит добрый день так вот если у вас икс любое множество пусть икс любое множество в качестве бесконечности от икс рассматривается совокупность всевозможных функций которые ограничены на икс но опять-таки мы в основном сейчас смотрим на вещественно значные функции но можно считать что они сразу же можно считать что они комплекснозначные которые ограничены вот норму со значком бесконечность в этом пространстве мы определим так норма значит это вот норма я пока декларирую что это норма но нам надо будет осознать что это действительно норма норма вольт бесконечности это и есть супремум по всем икс и множество икс большое модуль fx это и для вещественно значных и для комплексно значных функций осмысленное выражение получается почему этот супремум конечен потому что мы ведь рассматриваем это вот для функций из бесконечности вольт бесконечности вольт бесконечности входит ограниченное раз ограниченное супремум автоматически будет конечным так вот надо проверить что так определенные нормы действительно являются нормой чтобы проверить что некая функция действительно является нормой нужно проверить что она удовлетворяет аксиомам нормы коих три как и всех приличных аксиом наборов аксиом три штуки значит что там должно быть неотрицательность и невырожденность ну значит нулем когда бывает эта штука когда у нас функция в каждой точке принимает значение 0 то есть она обращается в ноль только на нулевом элементе дальше должна быть положительная однородность то есть если вы умножаете на скаляр функцию то должно выполняться такой раз ну тоже наверное понятно да потому что вы вот здесь можете сделать то же самое с модулем вынесли знак модуля из-под из-под значения функции сначала из-под модуля функции потом из-за супремум тоже так ну не раз это треугольник осталось осознать почему у нас норма суммы не превосходит сумму 2 ну вот вы смотрите на f от x плюс g от x точнее смотрите на модуль такой суммы ну вы конечно скажете что модуль суммы не превосходит сумму модулей дальше вы вполне можете сказать что каждое слагаемое не превосходит супремума первое слагаемое не превосходит супремума f от x волны по всей а второе слагаемое аналогично не превосходит супремума дальше первый супремум превращается в норму f вот ту самую которой мы сейчас занимаемся второй супремум превращается в норму g значит если резюмировать значит если резюмировать вот этого неравенства получилось у нас что для любого неравенства неравенства верно для любого x можно перейти в ноль супремума по всем x по всем x по всем x из x правая часть про x ничего не знаем значит она не изменится кто переходит к супремума а слегка получается норма получается норма f плюс g так и того и того вот эта вот функция действительно является нормой вот эта функция которая определенна как супремум модуля значит она обозначается обычно как-нибудь вот так то есть вот символ бесконечности называется она отклонением или чебышевской нормой или равномерной нормой значит вот эта вот равномерная норма она же чебышевская норма это автор неравенства это его же неравенства ну да да это все тот же пафно тирео и чебышев конечно извините еще раз это норма которая с бесконечностью снизу это вот так это вот так да да что вот она обозначается вот так просто странно что справа определяем ну обозначение одно ну давайте я вот здесь вот чтобы мы не запутались я просто чтобы каждый раз эту бесконечность не писать да мы здесь вот только ездим вот мы вот так обозначили дальше какое-то время проверяем что она действительно является нормой получилось ну или бесконечность это кстати понятно что это ведь линейное пространство вы можете складывать между собой функцию нажать на скаляр ограничено в основу ограничено получается вот тем самым или бесконечность это будет нормированное пространство а почему у нас сейчас зашел разговор на эту тему ну вот мы ведь когда равномерной сходимостью занимались когда мы занимались равномерной сходимостью мы в прошлый раз сделали такое замечание вот fn равномерно сходится f на множестве x тогда и только тогда когда супремум у нас там этот супремум обозначался супремум по всем x измножить на измножить модуль fn от x минус f от x стремится к нулю при n стремящемся к бесконечности сначала здесь переход к супремуму затем передельный переход по n ну вот теперь мы это можем как переписать на языке норм теперь вот это последнее мы можем переписать так что норма разности да норма разности fn минус f вот та самая которую мы рассматриваем она стремится к нулю при н стремящемся к бесконечности с так ну наверное нам за одно раз уж мы разговор про эль бесконечность тут завели надо какую нибудь полноту наверно выяснить с этого пространства Ну, давайте сделаем это утверждение. L в бесконечность от X является полным пространством. Полным нормированным пространством. Полнота, в общем, довольно ёмкое понятие, оно в разных смыслах бывает используется. Здесь о какой полноте идёт речь? Здесь имеется в виду полнота как метрического пространства. А полнота как метрического пространства означает, что любая фундаментальная последовательность в этом пространстве сходится. То есть критерий Каши верен в этом пространстве. Из сходимости в себе следует сходимость. То есть в L в бесконечность от X из сходимости в себе следует сходимость. Ну, оно быстро проверяется, а всё-таки факт сам по себе такой популярный. В ней много проблем, но там анализы правда. Рассмотрим произвольно сходящиеся в себе последовательности. Рассмотрим последовательность FN, которая сходится в себе в L в бесконечность. Ну, надо Epsilon, наверное, писать. Значит, это что означает? Это означает, что для любого Epsilon больше нуля существует N. Такое, что для любого N малого больше либо равного N большого. Норма FN минус FN меньше, чем Epsilon. Ну, теперь эту норму надо раскрыть. Вспомнить, что есть норма в пространстве бесконечности. Это, соответственно, означает, что для любых N и M больше либо равных N большого. И для любого X из множества E. Ведь норма это же супремум по всем X, да? Значит, вот это есть супремум по всем X из множества X большого. FN от X минус FN от X. Так вот, супремум бывает меньше Epsilon. Давайте здесь, наверное, так, чтобы нам легче было эквивалентно списать. Там напишем меньше либо равной Epsilon. Понятно, что эквивалентное определение получается. Так вот, для любого X из X это означает, что FN от X минус FN от X меньше либо равной Epsilon. Значит, для любого фиксированного X тем самым последовательность числовая значений функции FN в точке X является сходящейся в себе. Значит, значит, для любого X из X большого числовая последовательность FN от X сходится в себе. Там для Epsilon тот же самый N большой можно взять. Ну, для чисел-то мы знаем, что исходимости в себе следует исходимость. Значит, для каждого фиксированного X существует предел. FN от X. Так как R или C – это полные метрические пространства, то для любого X из X существует предел. FN от X. Ну, надо его как-нибудь обозначить. Значим его F от X. Теперь, если разморозить зафиксированный X, то что же у нас получается? У нас образовалась функция. Таким образом возникает функция F, которая из X действует, ну, вот куда она там, либо в R, либо в C. В зависимости от того, куда действовали функции нашей последовательности. А нас после этой функции не волнует, да? Не волнует, как же не волнует. Наоборот, я хотела спросить, вот что здесь нужно еще проверить, чтобы завершить доказательства? Ну, то, что это функция, это понятно. Что они бесконечно сходятся? Нет, ну, во-первых, нам надо проверить, что она будет входить вот сюда, вот бесконечность. А для этого нужно, чтобы она была ограничена. Это во-первых. А во-вторых, нам нужно все-таки проверить, что… Вот здесь-то ведь написано поточечной исходимости. А нам, чтобы проверить наше утверждение, нужно проверить, что по норме будет сходимость. И F, M, сходится к F. Вот надо два обстоятельства проверить. Значит, почему она ограничена? Почему она ограничена? Почему она ограничена? Значит, у нас… Ну, надо какой-нибудь вот в этом неравенстве взять какой-нибудь подходящий эпсилон. Взять подходящий эпсилон. Значит, вот пусть н – это н от эпсилон. Для эпсилона, допустим, равного единице. Что мы можем сказать? Я хочу сказать, что тогда у нас для любого н маленького больше либо равного н большого Fn от х в каждой точке х будет не превосходить нормы F с номером n большой плюс 1. Ну, или даже вот можно вот здесь вот х убрать и написать просто норму сразу. Понятно, наверное, да? Вот из неравенства треугольника получается, и вот это вот стоит точно. Вот здесь у нас индексы могут, в частности, обращаться вам большое. Значит, вы можете написать Fn маленькое минус Fn большое по норме. Меньше либо равно единице. Для любого н маленького больше н большого. Больше либо равно небольшого. Значит, дальше норма Fn. Это есть норма Fn большое. Плюс Fn маленькое минус Fn большое. Ну, дальше как обычно. Норма суммы не превосходит суммы норм. Fn. Плюс Fn маленькое минус Fn большое. Ну, и вот это слагаемое не превосходит единиц. Вот, смотрим сюда и сравним вот с этим. Получилось то, что получилось. Значит, вот это верно для любого n больше или равного n большого. То есть, в частности, в каждой точке х из множества х большое Fn от х по модулю не превосходит вот этой константу. Вот эту константу, давайте, не превосходит c. Перейдем к пределу по всем n. У нас ведь предел существует. Если вы n устремляете к бесконечности, у вас получается, что f от х не превосходит c. В той же самой точке х. А х был любой. Значит, теперь можно к супремуму перейти по всем х. К супремуму по всем х и из х получаем, что норма f не превосходит той же самой константу c. Итого, ограниченность мы проверили. Теперь, вот осталось, что нам осознать, что действительно будет сходимость по норме. У вас вопрос какой-то? Я что-то не очень понял. Вот смотрите, я согласен с верхними двумя строчками. Это просто в силу полноты r. Теперь нам нужно показать, что функция, которая получилась, принадлежит n-бесконечности. Для этого нужно, собственно, ограниченность показать. Дальше, что это за... Откуда мы взяли n-эксилу? Это n-эксилу на своего предела, в смысле? n-зависит. А, мы хотим вот этой. Ну да, у нас же есть сходимость к себе. Вот мы умеем по эпсилу определять n-большое, для которого вот это верно. Вот мы взяли конкретный эксилу, обратно и теницы. Зафиксировали n-большой, отличающий этому эпсилу. Значит, тогда для всех номеров, которые больше, чем это n-большой, будет выполняться вот эта цена. А, всё, да. Это как то же самое, на самом деле, что и критерий Каши на r. Ну, это его доказательство. Да, да, да. Ну вот, критерий Каши здесь и был. Ограниченность для карта. Значит, вот нам осталось понять, почему сходимость по органу есть. Нам осталось проверить, что fn-f стремится к номеру. В принципе, в общем-то бесконечности. Ну, опять, это, в общем, уже получается в одну строчку. Опять сначала берём x фиксированный. Значит, что у нас там у этого выполняется? Надо переходить к пределу, опять-таки, вот неравенсти, которая вытекает из критерия Каши, исходимости в себе. Значит, вот у нас, если опять-таки вот здесь вот, в этом утверждении, вот это нам надо проверить. Вот мы говорим, рассмотрим, опять же, произвольное ε больше 0. fn от x, значит, для любого, ну, опять находим вот это вот n большое, которое есть n от ε. Такое, что для любого n малого больше брауного n большого, fn минус fn по норме было меньше, чем ε. Значит, тогда для любого x из x модуль fn от x минус fn меньше либо равен ε. Ну, да, тоже, кстати, меньше. Вот опять переходим к пределу. Это же верно для всех, n и m больших n большого. Значит, можно взять и какой-нибудь индекс устремить в бесконечности. Возьмем m, например, устремим в бесконечности. Тогда здесь будет получаться, что для любого x из x fn маленькая от x минус f от x меньше либо равно ε. Ну, а это уже, наверное, означает, что fn по норме от f отличается не больше, чем на ε. Ну, и всё. Поскольку ε доллара другое, отсюда следует, что fn минус f стремится к нему. Это мы проверили. Так вот, говоря о выль бесконечности, нельзя не упомянуться от к. Если x это не просто какой-то там x, а компактный компакт, то, как известно, любая непрерывная функция на компакте ограничена. Поэтому совокупность функций непрерывных на компакте она является подпространством всех ограниченных функций. Но оно как множество является подможеством, как метрическое подпространство, с одной стороны. С другой стороны, как линейное множество, оно же тоже является подпространством. Потому что если вы складываете непрерывные функции, у вас непрерывные получаются. Если вы умножаете на константу, у вас тоже получается непрежимая функция. Итого, это подпространство во всех смыслах, L-бесконечность, значит, норма из объемлющего пространства тоже индуцируется. Вот C от K обычно рассматривают, мы до этого уже использовали символ C от K, когда обозначали совокупность всех непрежимых функций. Так вот, теперь C от K нам предстает уже как нормированное пространство. Значит, обычно, вот обычная, обычная в кавычках пишу, норма на C от K, это норма из L-бесконечность. То есть, что у нас там получается? Вот, когда пишут норму из C от K для функции, ну, норму из C от K можно писать по отношению к функции непрерывной. Раз функция непрерывна, значит, она достигает там своего максимума-минимума и аналогично ведет себя модуль. Значит, здесь вместо супрема можно писать максимум. Максимум модуля F от X по всем X из K. По всем X из K. Ну, мы сейчас, наверное, не будем пытаться доказывать, что вот это пространство C от K, оно тоже полным является. То есть, если есть сходимость в себе некой последовательности, то она обязательно имеет предел. То есть, мы уже поняли, что она обязана иметь с пределами L-бесконечность при этом. Потому что L-бесконечность, она полурубочка. А нормы там и там одинаковые. Но что обязательно предельная функция, она еще непрерывная, гвоздь. Вот это нужно доказывать, но мы пока еще маленькие. Нам нужно еще кое-что выяснить. Так, а мы ведь, наверное, с вами еще не отметили, да, что сходимость... Сейчас, отметили мы или не отметили? Равномерная сходимость в себе, равносильно... Ага, сейчас. Что мы с вами не отметили? Ну, надо отметить критерий... У меня как-то длилось с него соскопить критерий каши. С нормомерной сходимостью в себе. Фактически мы сейчас должны просто констатировать то, что мы уже, наверное, практически осознали. Вывод можно сначала в ряд для последовательности, а потом до редукции писать. Ну, как обычно, критерий заключается в том, что сходимость, равносильно сходимостью в себе... В данном случае речь идет о равномерной исходимости и равномерной исходимости в себе. Итак, вот, пусть у нас fn... Это набор функций, которые действуют из x в c или v. Ну, я буду то так, то так писать, потому что, в принципе, и так, 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 и так. Так вот... Последовательность... Фм является равномерно сходящейся. В x тогда и только тогда, когда она равномерно сходится в себе. Равномерно сходится в себе. То есть, для любого ε0 существует N, большое, натуральное. Такое, что для любых n и m больше либо равных n большого, и любого x малого из множества x большое, rfn от x минус rfn от x, и помодора меньше ε0. Ну, опять, можно писать меньше ε0, а можно, как вы делали замечания раньше, писать меньше ε0. или наши бронусы, то есть бронусы. Так, ну... Мы уже тут про... Значит, почему здесь непосредственно нельзя сослаться, наверное, на рассуждение про ε0 бесконечность? Потому что сами по себе функции fn... Сами по себе функции fn... Они... В r бесконечность могут не входить. Они в r бесконечность могут не входить. Но... Вот пример того, когда не входят, но, тем не менее, есть какая-то равномерная исходимость. Пример. Взяли в качестве x, ну, допустим, все еще есть напрямую. В качестве fn от x взяли, ну, допустим, x плюс 1n. Тогда понятно, что поточечная это последовательность, если она стремится к функции тождественной. f от x это есть x. Ясно, что fn сходится к f. И даже, наверное, ясно, что равномерно сходится. То есть, когда вы рассматриваете разность между fn от x и f от x, то она в точности равна 1n. То есть, вот, стремится к нулю равномерно по x. Для всех x один и тот же номер годится в качестве n от y. но при этом, но fn от x и f от x не входят в эту бесконечность. На все вещества прямо вон. Так, ну, по крайней мере, что мы можем сказать? Я хочу сказать, что вот это утверждение, вот, если бы мы знали, что fn, входит в ль бесконечность, мы бы просто тогда сказали, что, ну, надо все относительно нормой переписать в ль бесконечность. И все хорошо. А здесь вот в один шаг не получается. Здесь нужно еще один шаг, наверное, сделать. Значит, наверное, что нужно тогда сказать? Вот, если вы рассматриваете... Ну, может, мы просто попросим про них, что мы сейчас попробуем? Ну, так все равно же это остается и для неограниченных тоже вернуто. Если мы каждый раз будем оглядываться на ограниченности, это будет не очень удобно. Так, ну вот, либо нам сейчас это вручную проверять, но это мы фактически повторяем как бы те же самые рассуждения. Значит, вот как это получается. Вот в одну-то сторону понятно, да? Значит, если у вас последовательность fn является равномерно сходящейся, вот вы взяли равномерный предел этой функции. Ну, давайте, ладно, наверное, будет проверить проще. Так вот, проверяем вот это вот. Доказательства. В эту сторону стрелка получается вот мгновенно, потому что если fn равномерно сходится к какой-то там функции f на x, то для любого y больше 0 существует номер n, такой, что для любого n маленького больше либранного n большого, fn от x минус f от x. Ну или даже так, supremum сразу можно написать, наверное. Supremum, ну или норму сразу напишем. Норма fn минус f меньше, чем f. Пополам. То есть сами по себе функции fn, они, может быть, в l бесконечности не входят, но разность-то обязана входить, потому что в разности там ведь как раз участвует в определении сходимости в себе, там участвует в supremum вот этой разности. и тем самым supremum должен быть конечным. Тогда у нас будет что вот получаться? Значит, для n это верно, для m маленького, который больше, чем a большой, аналогично верно. Тогда для любого m больше либранного n, fn минус fm не превосходит fn минус f плюс fm. Ну понятно, наверное, да? Добавим обычный, потом сказать норму суммы не превосходится на муну. Это меньше y пополам умножить на 2, и того y получается. Значит, ну в эту сторону быстро, в обратную сторону, в обратную сторону, в обратную сторону. Ну, в общем, ровно так же, как в доказательстве про полноту или бесконечности. то есть в эту сторону существование f от x, такое, что fn равномерно сходится к f и проверяется, как в доказательстве полноты или бесконечности. Ну, писать уж не будем подробно, но давайте хотя бы устно еще раз вспомним, что там происходило. А можете расписать, как мы последнюю строчку будем под стрелкой? Вот это? Ну, как обычно, fn минус fm. Это есть fn минус f плюс f минус fm. Дальше говорим. Дальше говорим, норма вот этого не превосходит сумма норм. Ну, вот так вот разбили. fn минус f плюс норма f минус fm. Ну, норма fm минус f и f минус fm. Так, так вот, еще раз, вот как отсюда перейти к равномерной сходимости. Ну, аналогично, вот мы для каждого фиксированного x получаем вот такое неравенство. То есть для каждого фиксированного x опять-таки есть сходимость к себе числовой последовательности. Значит, пользоваться полнотой множества вещественных чисел. Находим поточечный предел. А потом опять-таки показываем, что тогда отклонение функции нашей последовательности от этого предела, оно, ну, тоже там предельным переходом. Опять в этом неравенство я настребляйте бесконечности. Можно еще раз спросить? Потому что непонятно, что в конце происходит. Ну, то есть понятно, что мы получим последовательность пределов как бы, а вот что с этой последовательностью предела нужно было сделать, чтобы показать? Ну, смотрите, вот, ну, ровно те же рассуждения. Вот еще раз, да? Вот мы, понятно, как мы построили функцию f от x, да? Да, понятно. Вот мы ее построили. Теперь мы говорим, что у нас f от x это поточечный предел. Поточечный предел для последовательности f от x. Надо проверить, что он является равномерным пределом. Ну, вот мы опять смотрим вот сюда. И говорим, что раз это верно для любых n, малое и m, которые больше либо равномерное большое, можно вот в этом неравенстве m устремить к бесконечности. Тогда у нас будет получаться, что для любого n, больше либо равного n большого, для любого x из x, fn от x минус f от x меньше, чем и епсилон. Ну, раз для любого x из x, значит, супремо будет меньше равного n. Значит, получается, что тем самым f и n равномерно сходятся к f в множестве x. Так. Вот мы еще не говорили про равномерно сходящиеся ряды, а нам как раз про ряды интереснее всего с точки зрения действия над ними. Надо сказать, дать определение равномерно сходящегося ряда. Функционального? Функционального. Функционального. Так, наверное, я буду вот здесь по 29. Определение. Пусть fn, как и дают функции, которые заданы на каком-то множестве x, и принимают вещественное и некомплексное значение. x здесь любое множество, вообще любое. Значит, говорят, что ряд с функцией fn, ну, тот ряд, который с функцией устроен, он еще функциональным рядом называется. Так вот, этот функциональный ряд равномерно сходится на x. Если, ну, в принципе, можно, наверное, догадаться, что если, да? Что такое сходящийся ряд? Это ряд, у которого последовательность частичных сумм имеет предел. Значит, здесь, теперь в этом контексте надо везде слово равномерное добавлять. Соответственно, если последовательность частичных сумм равномерно сходится на x. Ну, вот, что касается тех задач, которые... Ну, давайте, наверное, пока мы еще не ушли от определения, давайте дадим... критерий каши равномерной сходимости для рыбов. Каши бансана равномерной сходимости. Ну, вы, наверное, сами в состоянии это написать. Значит, в условиях определения, если у нас, опять-таки, fn действует из x в r или в c, где ряд из функций fn равномерно сходится на x, но когда последовательность частичных сумм равномерно сходится в себе. Надо вспомнить, как мы их писали, что последовательность частичных сумм сходится в себе. Для любых kn суммах. Да, да, это n. Сначала для любого епсимума больше не было. Существует n большое. Такое, что для любых... Ну, там мы писали n и m, но когда пишут ряды, там удобнее все-таки индексы выбирать так, чтобы понятно, какой из них больше какого. Поэтому для любого n маленького больше либо равно n большого, и для любого целого неотрицательного числа p сумма fk от x, где k меняется от n малого до n плюс p, вот такая сумма должна быть меньше чем епсимум. Ну, опять же, это можно на языке нормы написать, значит, вместо того, чтобы тут иксы употреблять, можно сказать, что норма... Допустим, можно сказать, что для любого епсимума больше н большого существует n большого, такое, что для любого p малого больше равно n большого, для любого p z с плюсом. Норма суммы fk, где k меняется от n до n плюс p меньше чем епсимум. Ну, норма имеется в виду вель бесконечности на x. Когда мы занимаемся числовыми рядами, из критерии каши сразу извлекалось необходимое условие исходимости ряда. Значит, теперь, конечно же, естественным образом отсюда извлечь необходимую условие равномерной исходимости ряда. Вы подскажите, что там надо написать. Если функциональный ряд равномерно сходится, на множество x, то общий член должен равномерно справиться с равномерной. На том же с равномерной исходимости. Ну, мы, наверное, догадываемся, что необходимые условия не являются достаточным. А можем ли мы пример привести? А то же самое, что в числовых рядах подойдет? Ну, например, то же самое, что в числовых рядах. Пример, который показывает, что необходимое условие не является достаточным. Вот буквально тоже пример можно взять. Или не знаю, какой там был, но, в общем, вот если вы рассматриваете такую вот тривиальную зависимость от x, к примеру, fn от x есть одна именно. Поскольку зависимость от x тривиальная, то не просто сходимость здесь фактически есть, а равномерная сходимость этого варианта. Да, раз нет зависимости от x, сходимость числовой последовательности превращается в равномерную сходимость. В последовательности к нулю. Так вот, fn от x равномерно стремится к нулю, со всей вещественной прямой. Но ряд из fn, он расходится просто везде. Ну, раз он расходится везде, то про равномерную сходимость уже и говорить не приходится. Даже по точечно искать. Так вот, какое-то время нужно заниматься исследованием. Вы, кстати, на практике сейчас чем занимаетесь? Думаю, на практике отстаем. Но мы уже поговорим про x тривиануру, про все, про поверхность. Ну, наказательные и нормальные поверхности мы скажем. Так, так вот, я надеюсь все-таки у вас через какое-то время там будет разговор про исследование последовательности или равномерной сходимости. Ну, про последовательности, в общем, какие есть инструменты? Обычно рассуждают так. Вот это более или менее такой популярный Так, что-то меня смущает, что-то пишет. Популярный алгоритм исследования Исследование Функциональной последовательности на равномерную сходимость. Ну, на первом шаге, вот пусть у нас рассматривается последовательность Фэнд На первом шаге обычно исследуют ее на поточечную сходимость. Потому что если нет поточечной сходимости, значит вопрос решен. Не может быть равномерен. Найти поточечный президент, который мы дальше обозначаем в Фэндх. Если нет поточечной сходимости хотя бы в одной точке то нет равномерной. На всем х. Во-вторых, ну вот, выяснить, что про отклонение про сухо правилом отклонения или про норму этого отклонения в этой бесконечности. Выяснить, стремится ли к нему. Если стремится, значит есть равномерная сходимость. Если не стремится, значит нет равномерной сходимости. Ну, почему здесь написано, что это популярный алгоритм, да еще в кавычках? Потому что, конечно, не ко всем задачам, в принципе, должно хорошо применяться. Потому что не всегда то, что в первом фонусе написано, легко реализовать на практике. Но задача Костемидовича, как правило, это удается сделать. А так-то вот вообще, если, скажем, пытаться тот же самый алгоритм на случай исходимости функционального ряда и вообще к функциональным рядам применить, то ведь сумму ряда искать, это вообще-то целое отдельное удовольствие. И смотреть там, есть равномерная сходимость вот этих частичных сумм к сумме, это не всегда разрешенная задача. Поэтому для рядов обычно используются какие-то другие инструменты. Там есть, соответственно, признак верш трассы. Но вот для числовых рядов не было аналога, поэтому нам сейчас не предстоит познакомиться. А Дирихле и Агделе мы уже примерно догадываемся, о чем это будет. В данном случае будут уже Дирихле и Агделе равномерные сходимости. Так, ну давайте какой-нибудь пример, что ли, посмотрим. Хотя мы уже что-то в таком духе проделали, но маленький примерчик нам, наверное, не помешает. Вот, опять же, наверное, это из Амедовича задача. Взяли в качестве функции fn от x, x в степени n минус x в степени n плюс 1. В качестве множества x мы в данном случае взяли замкнутый промежуток от 0 до 1. И что? Нам нужно следовать на равномерную сходимость. Вот, нужно эту последовательность исследовать на равномерную сходимость. Ну, соответственно, мы пытаемся реализовать этот алгоритм. И нам для начала нужно вычислить поточечный предел. С нашей последовательности для каждого фиксированного x у стремительность бесконечности. Что же у нас получается? Фиксация, которая 0 везде, кроме единицы, единица в единице. А если подумать еще. Единица, она, наверное, тоже 0. Потому что у вас тут разность. Их степень n будет единица, и х степень n плюс 1 тоже будет единица. Поэтому это будет чистое 0. fn от x это чистое 0. Значит, вот наш первый шаг закончился тем, что мы нашли поточечный предел, он оказался равномерно. Так, это вот наши предельные функции поточечный предел. На втором нужно... На втором нужно оценивать супремный. Так, ну вот, чтобы оценить супремный. fn от x минус предельную функцию по всем единицам промежутков, наверное, единица. Мы фактически должны посчитать максимум нашей функции fn. Потому что f от x у нас здесь тождественной 0, а fn от x не отрицательный. Ну, а как искать максимум функции, бесконечно дифференцируемые на промежутке? Ну, надо, наверное, найти подозрительные точки на экстренном. И посчитать значения в концах промежутка, сравнить между собой. Ну, в концах промежутка, наверное, известно, что получается. fn в точке 0 – это 0, и fn в точке 1 – это, наверное. Но, наверное, все же она не везде 0 – это, да? Значит, где-то производная должна обращаться. Отдавай. Это редкий пример из Демидовича, когда действительно нужно искать производную в этом разделе. Потому что обычно там какие-нибудь оценки выгодно использовать. Но здесь-то вот уж раз многочлен, то почему бы не продифференцировать? Значит, производная у нас, наверное, имеет вид n на x в степени n – 1, минус n плюс 1 на x в степени n. И чтобы она была равна 0, если не точка 0… Ну, точка 0 нас не интересует, мы уже посчитали там значение функции. Значит, при x отличном от 0, ну или даже так нас интересует, внутренние точки промежутка 0 – 1. Когда x равен на n плюс 1? На x в степени n – 1 можно поделить, и получается у нас тогда x – это и есть n поделить на n плюс 1. Вот, действительно, должна была точка найтись где-то внутри промежутка 0 – 1, потому что на границе 0, а где-то же максимум там должен достигаться. Вот, других подозрительных нету. Значит, можно уверенно утверждать, что максимум именно там. Но нам даже и этого было бы не нужно, потому что вот мы собирались максимум как бы хотеть. Просто пересчитая значение во всех подозрительных точках. В общем, так или иначе, у нас здесь максимум достигается именно там. Максимум fn по всему замкнутому промежутку. Это и есть fn в точке n поделить на n плюс 1. Так, и это есть… Там, наверное, надо за скобку вынести x в степени n. Значит, тут будет n поделить на n плюс 1 в степени n. А в скобках остается 1 минус n поделить на n плюс 1. Так, ну, можно, наверное, преобразовать так, что удобнее считалось. Вот здесь мы поделим на n числитель из номинации. Получается 1 поделить на 1 плюс 1n в степени n. Ну, как бы, второй замечательный предел там получается. А здесь мы посчитали, и получилось 1 поделить на n плюс 1. Ну, вот эта вот, она ограниченная будет, да? Раз она имеет предел, да, это бесконечно мало. Значит, стремится к 0. И это наше, как раз, отклонение. Норма fn минус r. Значит, делаем вывод о том, что есть равномерная сходимость. Таким образом, fn равномерно сходит с 0. Нож цена 1. А равномерно сходится 0 на 0. Нож цена 1. Так, так вот, что касается рядов. То, как я уже сделала замечание. Вы, конечно, можете попробовать вот тот же самый популярный алгоритм применить. Если вдруг вы хорошо умеете находить сумму. Ну, когда это может доработать? Ну, вот если вы рассматриваете, допустим... Если вы рассматриваете... Какой-нибудь ряд особенно приятный. Это получается, например, второй. Взяли те же самые функции f, но теперь ряд из них рассматриваем. Нет, не те же самые. Кстати, если взять те же самые и из них ряд составить, то эту задачу мы уже решали. Потому что там как раз телескопическая сумма получается. И всё свелось к самому первому примеру из прошлого раза. Так вот, если рассмотреть вот такой ряд... Ну, пусть единицы бесконечности были. Можно там от неряда бесконечности рассматривать. Чтобы прямо все целые, не отрицательные степени туда нашли. Он у нас сходится при каких х-то? Ну, мы для антритической прогрессии... Х-то равен и единицы. Как? Ну, х-то равен и единицы, скорее всего. Ну, прямо вот только неравенны. Мы всё-таки по поводу меньше должно падать. Да, да, да. Вот это, соответственно, будет... Ну, вот если здесь от нуля писать, да, то это будет в чистом виде единицы поделить на 1 минус х. А если писать от единицы, то там ещё в числителе х добавляется. Это вот для всех х от минус единицы до единицы получается. Ну, или даже можно писать, наверное, для всех комплексных С. Для всех х из С, модуль которых меньше единицы. Не больше для комплексных, но это тоже уже осознавали в какой-то момент. Так вот, как тут обстоит дело с равномерной исходимостью? Вопрос. Нету здесь равномерного спремления нулём общего сена ряда на промежутке обмена на полинку. единицы до единицы. Даже на промежутке от нуля до единицы нет, тем более нет равномерной исходимости на большую ряду. Поэтому нет равномерной исходимости ряда. Так, ну вот здесь нам хватило всего-то на все необходимого условия, который, в общем, такой инструмент уже довольно грубый, но не так уж часто оказывается полезным. А еще может, наверное, понадобиться в некоторых ситуациях такое соображение. Может понадобиться такое соображение. Ну, утверждение, наверное, одинаковое название. Нету ее никакого специального названия. Пусть у нас е лежит в x, а x наделено какой-то там метрикой. То есть x на самом деле метрическое пространство. Предположим, что у нас fn набор функций, которые непрерывны. на замыкание множество е. Тогда последовательность fn Ну, это все функции, конечно, да? Я здесь не пишу, что они функции. Но раз здесь не призывалось указанное, это, конечно, раздевается. Так вот, эта последовательность равномерно сходится. Равномерно сходится на е тогда и только тогда, когда она равномерно сходится на замыкание. У нас было не так давно утверждение про максимум непрерывной функции. Вот здесь, в общем, те же самые соображения применимы. Давайте поймем, почему это так. Значит, в одну сторону, наверное, тревято следует, да? Если есть равномерная сходимость на замыкание, то будет равномерная сходимость на меньшую. В эту сторону очевидно. Почему сходит, почему в другую сторону? Надо, наверное, критерий ковши равномерной сходимости применить. А там применить утверждение о том, что с упрямым непрерывной функцией по множеству совпадает с упрямым непрерывной функцией по замыканию. Значит, в эту сторону. Равномерная сходимость на е равносильно тому, что fn равномерно сходится в себе на е. Это означает равносильно тому, что для любого x больше нуля существует n натуральное такое, что для любых n и m больше либра в н большого для любого x ну или даже можно без x обойтись, да, на языке нормы писать. Для любых n и m больше либра в н большого fn минус fm по норме в l бесконечность от e Вот эта штука меньше, чем я писала. В l меньше либра на ум. Здесь удобнее так написано. Вот это, если смотреть только на последнюю строчку, равносильно тому, что supremum fn минус fm меньше либо равен x по всем x из e, а это равняется supremum по замыканию e. Это вот как раз мы применили то утверждение, что supremum непрерывная функция равен supremum функции на замыкание множества. Знаете, что равна это? С supremum совпадает. У нас fn и fm предполагаются непрерывными, а тут вы еще вычитаете из одной непрерывной и другой непрерывной функции модуль и того и получаются непрерывной функции. А это уже есть норма fn минус fm в бесконечность мы замыкаем. ну вот значит что у нас получается вот мы равномерную исходимость на e переписали как равномерную исходимость в себе на e оказалось что это равномерная исходимость значит вот это все вместе равносильно тому что fn равномерно сходится в себе на замыкании на e а это нам уже известно что означает что fn равномерно сходится уже не в себе вне себя равномерно сходится на замыкании на настоящем то есть вот здесь еще как можно было рассуждать если мы допустим забыли что нет равномерной исходимости общего седра ряда к нулю можно было бы рассуждать так если бы была равномерная исходимость вот этого ряда на интервале то должна была бы быть равномерная исходимость на замкнутом промежутке а здесь мы на замкнутом промежутке цифичные проблемы испытываем у нас вот правая часть она даже не определена то есть она там бесконечных значений это в принципе даже быстрее как-то обычно анализируется так хорошо признак вирштрасса вирштрасса но вирштрасс он делительный ученый и от него много фактов осталось в курсе классического анализа поэтому здесь можно уточнить равномерные исходимости ряда но суть такая если функциональный ряд мажорируется по модулю сходящимся числовым то есть ходный функциональный на данном множестве сходится равномерно и абсолютно и так пусть fn действует из x ну как обычно в рельефце это для любого ан это числа и до любого же n верна такая оценка fn от x до любого n и для любого x из x fn от x маленького по модуру не превосходит а n и числовой ряд из мажоран сходится тогда функциональный ряд сходится равномерно на x и абсолютно ну абсолютно на x это что значит значит в каждой точке множество x большой есть абсолютное исходимость вот равномерная исходимость это такое глобальное свойство она в точке не применима а абсолютная исходимость она поточечна определять ну тут есть еще как бы еще одна переформулировка из которой конечно вытекает вытекает вот это эквивалентная почему она эквивалентная вы можете подумать сами мы не особенно часто будем вторую использовать но вот в книжках Олега Леонидовича там вторая приведена в качестве основной на практике обычно все вот этой пользуются так вот если ряд из норм ВЛ бесконечность от Х сходится то сам функциональный ряд ведет себя так же как там значит он сходится равномерно и абсолютно ну с одной стороны из второй формулировки следует первая просто вы в качестве АН должны взять вот эти нормы с другой стороны из первой формулировки следует вторая просто если у вас вот это верно для любого Х тогда и норма тоже будет не превосходить АН то есть вот эти числа АН они могут быть только больше равной нормы переходя к супраму получаем здесь оценку для нормы если ряд из АН сходится ряд из норм тоже по признаку сравнения должен сходиться так мы будем доказывать первое доказательство первое ну все на основе критерия Каши на основе критерия Каши мы посмотрели на ряд из АН на числовой ряд и применили к этому ряду критерий Каши до любого Эпсона больше оно существует Н большое такое что для любых Н и Н больше равных Н большого вы можете здесь как для рядов пишут мы тоже так написываем для любого Н больше равного Н большого и для любого целого неотрицательного числа П сумма Акатых где К меняется от Н до Н плюс П можно по модулю писать но модуль здесь можно ведь и не писать у нас явно все Акаты не отрицательны раз они модули мажорируют вот такая сумма она меньше чем Эпсона давайте напишем что это просто сумма без модул но в любом случае она у нас мажорирует сумму ФК от Х ОК от Н до Н плюс П значит если теперь про ФК то и смотреть что получается для любого Эпсона больше нуля найдется номер Н большое такое что для любого номера маленького и для любого П вот такая сумма меньше чем Эпсона значит отсюда мы делаем вывод что ряд функциональный равномерно сходится в себе а в силу критерия Каши Бальца на равномерной сходимости отсюда следует что он вообще равномерно сходится критерий Каши равномерной сходимости следует что он сходится равномерно трассе тут иногда путаются поскольку здесь два понятия есть равномерная сходимость и абсолютная нужно путаться не следует ли из одного другое не следует ни из первого второго ни из второго первого ну давайте какие-нибудь примеры проведем ряда который равномерно сходится и не является абсолютно сходящимся и при этом сходится если вы рассматриваете какой-нибудь чтобы там элементы были ну может гармоничные каждые два элемента они были равны по модулю ну как вот так признают ряд лебница вот он сходится значит раз кримяльная зависимость от х равномерно сходится тоже равномерно сходится даже на все вещества и прямой но не абсолютно сходится абсолютно сходимость это то же самое что сходимость ряда из модулей а ряда из модулей это гармоничные ряда конечно расходится так а теперь нужно чтобы абсолютная сходимость была равномерно сходимость тоже легко уже из того что мы с чем Если fn от x вы рассматриваете такие, то ряд получается положительный и он сходится абсолютно при x от нуля до единицы, но неравномерно. Вот так что это, хотя и то и другое слово имеют отношение к сходимости рядов, но вот это не. Так, все, давайте перерыв сделаем. Продолжение следует...